Привет, привет! С вами Лилия Донскова. Сегодня будем делать очень экстравагантный макияж в серых оттенках. Меня давно все спрашивают, как сделать такой эффектный яркий макияж, и этим мы сегодня с вами и займемся. Ну что, поехали! Я уже сделала уход за кожей лица, прошла все этапы, и сейчас мы готовим кожу к нанесению макияжа. Первое, что я использую, это праймер из серии The One, как всегда. Буквально одна капля, которая сотворит чудо, потому что праймер готовит кожу, чтобы тон лег просто идеально. Я использую такую плоскую кисть, ей удобно наносить праймер, и наносим его равномерно на все лицо. Не нужно ждать, чтобы праймер впитался, он мгновенно исчезает. Как видите, его незаметно на лице. Это прозрачный такой крем-гель, кремовая текстура, очень нежная. Обязательно лоб проходим. И кожу немножечко я захватываю вокруг глаз, но не слишком близко. Следующий этап, это тональная основа. Сегодня мы будем пользоваться тональной основой из серии тоже The One. Очень люблю этот тон. Аквабуст, вообще шикарный тон. Настолько легко лежит на лице. Буквально вот одна капля, пушистой такой упругой кистью, я наношу на лицо, начиная с щечек. Обязательно захватывайте губы. Хорошо прорабатывайте крылья носа. И уже когда на кисточке остается совсем чуть-чуть, мы обрабатываем кожу вокруг глаз. Прорабатываем, так скажем. Тон можно носить два слоя, если вам кажется, что недостаточно. Он такой тоненький, невесомый. И по праймеру тон ложится просто идеально. Вскрываются вообще абсолютно все недостатки кожи. Особенно у кого кожа жирная, с расширенными порами, то праймер вам показан на 100%. Если кожа шелушится, или встают такие чешуйки неприятные на лице от тона, это значит, что кожа недостаточно напитана, и вам нужно посмотреть ваш уход за лицом. Если комплекс подобран правильно, то кожа должна быть идеальная. То есть ничего не будет лишнего, чтобы вас огорчало. Я так скромно скажу. Тона даже немножко больше, чем нужно, поэтому на такие стратегические зоны, как щечки, я нанесу чуть больше. Делаем такие смахи с подбородка на шею, чтобы не было такой четкой границы. И у нас ее нет. Следующий этап – это работа корректора. Корректор у нас всегда идет поверх тональной основы. Я использую корректор из серии Giordani Gold, корректор-карандаш. Мне он очень нравится, такой стик. И нужна вот такая плоская упругая кисть, прям вот упругая. Прорабатываем сначала зону вокруг глаз, убираем источник синяка. То есть я нахожу вот эту венку. У каждой из вас что-то свое. И, может быть, у вас нет вот этого круга под глазом. Смотрите, здесь такой прям синячок. Здесь я проработала венку буквально два прикосновения кисточкой. И сразу глаз осветляется и становится ровная кожа. Делаем то же самое на втором глазе. Я люблю корректор использовать под весь глаз, потому что он немножечко подчеркивает мимические морщинки. То есть для фото он классный для вечеринки, но для дневного макияжа это не есть хорошо, когда слишком выразительный макияж. Я вообще люблю очень легкие визажи, чтобы они прям были такие прям, как будто и не накрашены. Но на самом деле мне идет яркий макияж, поэтому будем делать сегодня поярче. Тем более я собираюсь кое-куда. Видите, у меня прическа готовится, будут волнистые волосы. Следующий этап это берем пушистую кисть, пудру. Мы сегодня будем пользоваться рассыпчатой пудрой из серии The One. Небольшое количество, если видите, я закрепила лишние дырочки, чтобы слишком много пудры не высыпалось, этой же наклейкой, которой изначально производитель закрывает эти дырочки. Я просто чуть-чуть переклеила, это маленький такой лайфхак. И выкладываем аккуратно пудру. Если пудры мало, берем еще. И я обещала вам показать, как пудру запечатывать. Еще раз в каком-то видео показывала, повторюсь. То есть вот набрали прям много пудры и вот так вот запечатываете ее. То есть проходите. Не просто вот так пуховочкой, да, как будто бы облачко бросили на лицо. Если мы говорим о стойком макияжа, который нам нужно прям закрепить хорошо, то пудры здесь будет расход побольше. И она вот прям вот так вот, вот так вот выкладывается. Видите, какое лицо стало такое ровное, гладкое и матовое. Именно это нам и нужно было. Сегодня я буду пробовать новые румяна. Я получила такие из серии Colorbox, два оттенка, розовый и коралловый. И я хочу сегодня сделать такой коралловый оттенок, попробовать. Они мне прям новенькие-новенькие. Беру чистую кисть, набираю румян. И мне понравилось, что они маленькие и быстро израсходуются. Не переборщить, самое главное, потому что если румян переборщить, то потом их нужно будет удалять излишки. Можно пудры сверху чуть-чуть их приглушить, но лучше изначально не темнить. Освежающий такой цвет получился, румян. Мне нравится. Как вам? Остаточки, все, что остается на кисточке, я все время раскидываю по таким зонам. Вот зона подбородка, зона кончик носа. И чуть-чуть вот где волосяные контуры заканчиваются, чтобы не было таким просто пятнышками румяна. Как будто вот пум-пум на лицо, да, приляпали. Так. Ну, они немножечко еще уйдут, разойдутся румяна. Оттенок очень приятный. Прям я довольна. Потом попробуем второй цвет и узнаем, какой лучше. Сейчас прорабатываем брови. Брови это как рама для картины. С ними нужно повозиться, особенно тщательно. Мы будем использовать палеточку из серии The One. И попробуем сегодня новинку, которую я только получила. Это вот такая тушь The One. Кстати, буду первый раз пробовать с малюсенькой-малюсенькой кисточкой. И прежде чем прокрасить реснички, ой, бровки, мы берем такую специальную щеточку и расчесываем брови. Обязательно, да, по направлению, как они должны у нас лежать. Челка мешается немножко. Прочесали. Теперь прокладываем небольшое количество теней. Сначала светлые. Мы идем... Начало брови оттеняем более светлым оттенком, чтобы не перегружать эту зону. Потому что помните, да, что темное оно у нас прячет, светлое расширяет. И если мы сюда положим черное такое пятно, то у нас как бы схлопнется все на переносице и будет как бы не очень красиво смотреться. Все должно быть равномерно. Очень удобно краситься в большое зеркало. Вот я обычно крашу в большое зеркало. Сейчас мне, конечно, не очень удобно для того, чтобы отступить, сделать шаг назад и оценить общую картину. Потому что очень важно увидеть себя не кусочками, а целиком, как складывается образ. Потому что вблизи вам может нравиться, когда вы отступите шаг назад, как на вас смотрят люди. Вы можете увидеть, что ой-ой-ой, что я натворила, да, например. Так, и вторую бровь сразу делаем. Аккуратненько. Мне очень нравится работать с этой палеточкой. Мне кажется, с ней справится вообще любой человек, даже который говорит, я ничего не умею. У меня руки не с того места растут. Смотрите, как все просто. Она делает эффект такой, как будто бровки натуральные. Краски не видно. Вот с карандашом, с ним порой приходится повозиться. Потому что он сразу четкие линии оставляет. И если работать неаккуратно, то брови будут выглядеть тоже неопрятные, как бы перегруженные. С тенями, как говорят, напортачиваясь, очень трудно. Вот со специальными тенями для бровей. Еще раз покажу эту палеточку вам. Она просто восхитительная. Ее так надолго хватает, что я просто вам рекомендую себе ее обязательно заказать. Кстати, ее же можно использовать в качестве теней матовых. Вот кто-то у меня часто спрашивает, а есть ли в Арифлей матовые тени. На самом деле с матовыми тенями не так весело, как хотелось бы. Но можно использовать эти тени, потому что они реально матовые, очень сухие. Пробуем. Тут, 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 у меня есть такая пудреница. Сейчас возьму, чтобы поближе себя видеть. И будем пробовать на бровях. Итак, как это работает? Аккуратненько. Ух ты! Ух ты ж, ух ты ж! Ну, сравним. Особо так не видно, да, разницы. Но вот если смотреть близко, то вот каждая бровка стала как выделенная. И, конечно, вот в комплексе с сухими тенями, вот эта тушь, она просто великолепна. Надо будет как-нибудь ее отдельно еще попробовать. То же самое делаем на второй брови. Ой, какая приятная вещь. Самое главное, очень удобная, малюсенькая кисточка, чтобы не залазить за границы. Ну, брови выглядят достаточно так естественно, конечно. Сейчас, когда мы сделаем полностью макияж, будет уже более понятно. Но тушью я, в общем-то, очень даже довольна. Так, дальше. Следующий этап – это работа с глазками. Вот как сделать макияж таким вот, чтобы он был выразительный. И мы не будем делать прям смоки-айз, потому что это очень такой вечерний, насыщенный макияж, да. Но мы сделаем что-то подобное. Для этого нужно два оттенка теней и обязательно базу. Тени мы используем, какие-то светлые. Вот я возьму базу The One. Это матовые тени. Они очень быстро сохнут, поэтому мы будем работать поочередно. Сначала с одним глазом, потом с другим. И прокрашиваем вот эту зону, которая у нас сразу начинается от линии роста ресниц. И прокрываем ровненьким слоем вот эту поверхность, не заходя слишком далеко. То есть, смотрите вот на свои глазки прямо вот так. И прокрасите вот эту зону ровненьким, тонким слоем. Если слой где-то получился толстый, можно пушистой кисточкой сразу растушевать. Далее мы берем такую плоскую кисть, берем серые тени, прям серые-серые. У меня вот в палеточке они матового оттенка. И начинаем аккуратно прокрывать вот эту всю зону. Начиная от середины глаза, близко-близко к линии роста ресниц. Прям вот в реснички туда прокрываем, впечатываем тени. Чтобы они выглядели прямо вот как стрелка. Смотрите, густая, такая толстая стрелочка. Мы потом с вами эту стрелку дорисуем. Так, секунду. Не подумайте, что это подъем. Это напоминание. Далее рисуем вот эту галочку. То есть она может быть у нас очень игривая, такая длинненькая, выступать высоко за пределы контура глаз. Вы можете ее сделать чуть выше задрать, то есть будет более игриво, а чуть ниже. Главное, не сводите вниз, чтобы не получился усталый такой грустный глазик. Так. Берем пушистую кисть. Ну, примерно такую пушистую. И заполняем вот эту всю зону, аккуратненько припечатывая. Все светлое поле мы заполняем серыми тенями. Помните, что у нас еще основа еще достаточно свежа, поэтому тени классно к ней приклеиваются. Я беру вторую пушистую кисточку, такую же, и уже беру более светлый оттенок теней. И прорабатываю внутренний угол глаза, слегка тушуя границу, чтобы не было резкого перехода. Вот таким образом. И сейчас нам понадобится контурный карандаш. Я возьму серый карандаш серии Giordani Gold. У него очень такой темно-серый оттенок. И мы сделаем соединение. То есть завершим вот эту стрелку, которую мы проложили тенями. И дорисуем внутренний угол глаза. То есть делаем соединение. А то получалось, что глаз как будто бы как пустой. Сразу же прокладываем по нижнему веку стрелочку. Аккуратненько прокрашивая. Ой, с глаз заслезился. Прокрашиваем в ресничках. И сразу соединяем с тенями. То есть, вы видите, вот здесь вот не должно оставаться белого пространства. Сделаем такое соединение. И так как карандаш может немножечко поблекнуть, осветлиться. Или даже немножечко размазать. То есть исчезнет такой эффект. То мы той же самой тонкой кистью, вот этой тонкой кистью, набираем чуть-чуть, прям небольшое количество теней, тоже серых. И прямо в этом карандаше мы прокрашиваем аккуратненько тенями. Мы как бы запечатываем карандаш тенями. И усиливаем эффект. Главное не переборщить. Чем вы моложе, тем стрелочка вот эта может быть шире. Да, потому что если мы говорим о возрастном макияже, то здесь может быть очень аккуратно. Иначе подчеркнутся морщинки мимические. И вот у нас прорисовался вот такой вот четкий контур. Можно немножечко еще усилить. То есть вы всегда все время смотрите. Отступили шаг, посмотрели, как оно. Там может быть где-то усилить надо, может быть добавить. Главное сразу не делайте много, потому что убирать уже тени запечатанные очень сложно. То есть здесь прям такая тонкая работа идет. Вот, пожалуй, вот так и оставим. То есть сразу видите, да, глаз раскрылся. Он стал по сравнению с этим глазом такой просто огромный. И когда мы добавим еще теней, то представьте, да, какой будет классный эффект. И сразу, пока не забыли, мы завершаем работу с этим глазом. Берем светлые тени и чуть-чуть высветляем уголочек внутренний. И как я всегда говорю, делаем легкий градиент, чтобы переход не был резким. То есть никогда не должны быть резкие жесткие линии. То есть они должны быть мягко перетекающие из одного цвета в другой. Вот таким образом. Работаем со следующим глазом. А, можно, кстати, сразу накрасить реснички, чтобы увидели завершение. А второй глаз я уже сделаю быстренько, без объяснений. Нам самое главное увидеть конечный результат. Я работаю сейчас тушью 5 в 1. Мои ресницы уже достаточно отросли и окрепли после наращивания. Выглядят уже более прилично. Есть чем даже махнуть немножко. Когда мы красим ресницы, то глаз становится еще более очерченным и интересным. А еще в таком макияже можно использовать синюю тушь. Она, особенно если у вас серые или синие, голубые глаза, какие-то, таких холодных оттенков, то синяя тушь, она еще больше подчеркнет красоту цвета глаз. То есть усилит оттенок. Но, опять же, нужно смотреть под одежду. Если на вас одежда в холодных тонах, то это будет очень классно. Если одежда в теплых тонах, то тушь лучше синюю не использовать. Потому что серый макияж, он нейтральный. Он подходит абсолютно под любую одежду, под любой цвет глаз, в принципе. Но я сейчас рискну и сделаю, потому что я в голубом платье, я сделаю реснички внизу как раз синей тушью, чтобы вы посмотрели эффект. Такая вот весельковая тушь. Очень красивый цвет, просто бесподобный. И он немножечко разбавит вот эту вот серость. Добавит немножко игривости. Особенно это, конечно, видно хорошо при ярком освещении, при солнечном, например, освещении. В помещении, особенно в темном, тушь, конечно, незаметно, что она цветная. А вот при свете у меня, конечно, это видно. Первый клан готов. Осталось немножечко добавить коррекции. Для этого мы берем кисть. Можно опять же вот эту корректирующую взять. И немножечко хайлайтера. Я возьму сухой серии Giordano, такой хайлайтер. И чуть-чуть проложу вот здесь под бровью. Маленькую вот такую блесточку. Над бровью. Вы можете любой хайлайтер таким образом использовать. Так. А для щечки я возьму капельку вот такого новенького из тюбика. Он с таким, с розовиночкой. И как раз вот к этим румянам будет шикарный переход. То, что вот розовые румяна, розовый хайлайтер. И я буду носить его губочкой. Где она? Есть такие вот специальные губки, спонжики. И мы берем и чуть-чуть наносим. Можно пальчиком это сделать, как угодно. И вот легкого-легкого блеска мы добавим везде. Ну вот с одной половинкой я закончила. Так. Как вам эффект? Тушь можно будет потом, как подсохнет, еще один слой проложить, чтобы вообще были такие ресницы более насыщенные и длинные. Я приступаю ко второму главу. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok. Далее. Оба глаза у нас готовы. Осталось накрасить губы. И доделать немножечко здесь хайлайтера. Это две минутки, даже меньше. И вот таким образом получается яркий выразительный макияж. Так. Губы у нас уже готовы к нанесению помады. И я хочу сегодня сделать такой нежный, нежно-розовые губы. Нежно-розовый контур мне понадобится. Пожалуй, я возьму такой из серии Colorbox. Нежно-розовый оттенок. Хорошо прорисовываем уголочек губ. Контур. И всю поверхность. И берем помаду. Ну, например, я возьму помаду из серии Giordani Gold. Такой розовый оттенок. И кисточкой спокойненько, нежненько нанесу его на губы. Потому что, когда наносишь помаду кисточкой, держится она дольше и лучше прокрашивает все трещинки, все складочки. То есть покрытие у помады более такое идеальное. Все, макияж готов. Принцесса готова к балу. Осталось сделать прическу. Всем отличного вечера. До новых встреч. Если видео понравилось, ставьте лайк. Сдавайте вопросы. Пишите комментарии. С вами была Лилия Донскова. Пока-пока.